Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Программа «Народная волна» Мне слышно, мне мешает этот стул. Надо проверить же. И, как всегда, слова благодарности всем, кто пожертвовал какую-то сумму для того, чтобы поддержать это радио. Спасибо огромное и низкий поклон. Спасибо большое. А мы говорили вообще об этом митинге, который был возле полиции? Нет. Баффало Гроу вообще не говорили, да? Нет, по-моему. Нет, потому что когда митинг был выходной... В прошлое воскресенье, да. Можешь рассказать, поделиться впечатлением. Вы знаете, в прошлую пятницу Сережа рассказал по радио, что будет митинг в поддержку полиции «Баффало Гроуф», который был организован одной из членов нашей русскоязычной общины, Флора, которую я знаю уже, наверное, лет 30, очень давно. И вот Сережа сказал, что она организовывает митинг. Потом я с ней связался с помощью Facebook Messenger, и она сказала, что вообще она не планировала какого-то митинга, она просто хотела, чтобы ее друзья, 5-6 человек, просто пришли в полицейский департамент и выразили свою благодарность, как это делают очень многие жители не только Чикаго, но и нашей страны, очень много появляется фотографий, где видно, как люди несут какие-то угощения полицейским. Так вот, оказывается, кроме вот этих 5-6 ее друзей, выразило желание прийти с ней еще человек 20. Ну и затем вот Сережа сказал об этом по радио, и была информация распространена в социальных сетях, в частности Facebook, в разных группах, и неожиданно пришло довольно много людей. Я не знаю, там писали в газете местной Daily Herald, что было, по-моему, 80 человек, но, по-моему, там было гораздо больше. Все, конечно, пришли с символикой США. Сережа одел шикарную майку «Мой сын Марин», а его сын младший «Мой брат Марин». Очень красиво было. Американские флаги люди принесли, полицейские, конечно, такие все довольные из себя, все улыбаются. Не такие, которые вас останавливают на дороге и требуют штраф от вас. Конечно, все более дружелюбные были, сказанные очень такие горячие пламенные речи в поддержку полиции. Так что, и, в принципе, там были не только русскоязычные жители Чикаго и Баффало Гроу, там было довольно много американцев. Вот благодаря тому, что эта информация была оповещена в группе, в частности, вот этой Баффало Гроу, в этой левой группе страшной. Но, оказывается, там есть, как говорится, silent partner, да, такие вот люди, которые тихо сидят, наблюдают за всем этим и делают свое дело, поддерживают республиканскую партию и, конечно же, готовы голосовать за Трампом. Конечно, хотелось бы, чтобы таких людей было больше. А их на самом деле много, мы просто не знаем этого. Вот так тихонечко смотришь на человека, непонятно, а потом вдруг он так раскрывается. Ты знаешь, я недавно беседовал с одним чернокожим афроамериканцем, который ненавидит, люто ненавидит вот это движение БЛМ, который говорил, что я тоже вышел не из далеко благополучного... Не родился с серебряной ложкой во рту. Да, и говорит, у меня не было никаких там привиледжей, ни белых, ни черных, ни зеленых. Я вышел из очень нехорошей среды, и моя жена тоже... Если мы могли оттуда уйти, то и другие вот эти... Он сказал FN слова, тоже могли это сделать, как сделали мы. И они могли тоже, допустим, выйти замуж, жениться, иметь детей, и работать, и платить налоги, а не так, как они имеют по пять детей, и сосудить деньги. Ты вот сейчас столкнулся в дверях с нашим почтальоном. Славный парень, афроамериканец. Да, вот, пожалуйста. Всегда вежливый, культурный, всегда поздоровывается, и ему спасибо, спасибо. Все больше и больше, все чаще и чаще появляется в социальных сетях видео, где чернокожие выражают не только недоумение, а просто вот злость к вот этим вот нескольким тысячам вот этих черных, которые вдруг идут с автоматами по Атланте. И они говорят, что вот эти вот единицы черных, они сеют ненависть среди белых ко всем чернокожим. Они их всех ненавидят. И поэтому это не 13% чернокожих, которые там требуют репарации или что. Это на самом деле очень маленький процент, потому что очень много чернокожих, которые действительно они... К сожалению, очень большой процент белых, молодых, обдолбанных... Ужас. С промытыми мозгами. Ужас какой-то. Я видел видео, и причем комментарий такой, найдите хоть одно черное лицо. Идет человек, снимает на камеру протестующих Black Lives Matter. Целая шеренка стоит. Я не знаю, сколько уж там человек, ни одного афроамериканца. Все белые. Вчера одна чернокожая в Нью-Йорке, значит, стоит перед толпой белых, которые держат эти плакаты БМЛ. Ты видел, да? И она им объясняла вообще, что такое черные, что такое жизнь чернокожих. Откуда они вообще вышли, а сколько черных говорит другому черному. Я не был на плантации никогда. Ты был на плантации? Ты знаешь, что такое рабство? Чего ты тут требуешь репарацию себе? Ну и так далее. Подожди, в Северной Каролине или в Южной Каролине какой-то город уже проголосовали за то, чтобы платить репарации? Ну, кто проголосовал? Правительство? Городской совет. Городской совет проголосовал, что нужно платить репарации афроамериканцам. У нас в Эванс-то, по-моему, тоже, я не знаю, приняли они этот закон или обсуждали, что прибыль от продажи марихуаны пойдет на выплату репарации афроамериканцам. То есть они им будут давать деньги, чтобы они покупали дури, курили. Я не удивлюсь сегодня ничему, особенно тем законам и правилам, которые принимает в Чикаго. В частности, ты знаешь, что мэр Чикаго, она учредила фонд с бюджетом, по-моему, 5 миллионов в помощь нелегальными мигрантов, которые пострадали от COVID-19. Это было в июне еще, по-моему, значит, там с иностранным студентом и нелегалом. Ну, 5 миллионов, значит, неужели эти деньги нельзя было использовать, как говорится, действительно на нужды города, вместо того, чтобы кормить нелегалов, которые нарушили закон? У нас звонок есть, да? Нет, у меня как раз, пока я не забыл, ты хорошую мысль подсказал. Значит, Пелоси слушал, они предусмотрели там разные деньги. Вот эта программа «Законопроект Герой», по-моему, называется. И в нем она требует 200 миллиардов долларов для школ. Мне интересно, я получил билл за property tax. Угу, 75% на школы. На 2000 увеличился property tax, на 2000, по сравнению с прошлым годом. Из этих 2000, 1000 идет в дистрикт школьный. Это из 2000 добавленных, а ты посмотрел, процентные отношения. Совершенно верно, нет, я об этом и говорю. Плюс к тому, что я уже платил, еще дополнительно школьный дистрикт получит 1000 долларов. Таких же, как я в этом дистрикте, хреново туча. Конечно. И вот школьный дистрикт, при том, что они не работают, по сути дела, получает дополнительные деньги. Они уже получили из наших текстов дополнительные деньги. И эта мандолина требует для них еще 200 миллиардов долларов денег. Между прочим... Или может быть... Вот я и хотел задать вопрос. Может, это только мне налоги повысили на прапорте? Может, всем остальным снизили? И поэтому, так сказать, у школы теперь денег нет? Увы, повысили всем. И, увы, всегда самое большое отчисление – это школьные округи. Причем, ты помнишь, был когда-то налог за бездетность? А, да. Да. Ну, как только у тебя появлялся ребенок, ты переставал платить. Почему, если мои дети перестали ходить в школу или еще не ходят, я должен платить 75% своих налогов? Причем, это же там не 200-300 долларов. Это, если у меня в прапорте текст 7 тысяч, то считай, сколько тысяч от одного человека, от меня, от тебя и от других, как ты сказал, сколько человек бафлогров таких, идет в эти школы. Куда деньги идут, непонятно. Значит, кроме того, о чем я сказал, о том, что 200 миллиардов дополнительно школам просят на НСП Лоси, Чаки-Чаки-Шмаки-Шумер, выступил с инициативой 250 миллиардов долларов, чтобы победить системный расизм. Системный. Но когда вот эта вся эта байда закручивалась, я сказал, что сейчас, подожди, сейчас все закончится тем, что они попросят деньги, начнут толкать их туда в черные комьюнити, там этим пастором, таким как Джесси Джексон, таким как Эл Шарптон, накачают их денег себе на избирательную кампанию, нагребут откатов, то есть распилят бабло, а мы потом должны будем все это выплачивать. Ты помнишь... Никаких других идей у демократов нет. Дайте денег, бросьте денег, бросьте денег. Ты помнишь, когда Трамп был окружен афроамериканцами в Белом доме, в овальном офисе своем, когда он подписывал указ о развитии инфраструктуры в черных районах, чтобы деньги действительно шли туда, где они нужны, чтобы развивались предприятия, строились, чтобы афроамериканцы получали работу. Это указ был, это не просто вот, как он сказал, дайте денег, и мы эти деньги куда-то там дадим. Неизвестно, куда они идут, как всегда, потому что Обама до сих пор не отчитался там, а сколько было там миллиардов долларов? 837, что такое? Огромная сумма. Вот, поэтому неизвестно, куда эти деньги идут. Подожди, подожди, почти триллион долларов, вот ты про эти говоришь? А что, разве школу не перестроили, не восстановили? И мосты не отремонтировали? Да ладно, да ты гонишь. А еще эту возобновляемую энергетику, разве мы теперь живем не за счет каких-то сказочных там новых технологий, электричество получаем не из теплоэлектростанции, не откуда, а откуда-то из неба, из космоса? Нет? Нет? А я думал, ну-ка, триллион долларов потратили, я думал, все нормально, у нас уже и дороги отличные, и мосты шикарные. Это несчастный Чикаго Даунтаун, вот эта развязка 94-290, сколько лет она строится там уже, я не знаю. Причем интересно, что иногда ты едешь мимо, и ты видишь, никого нет, ни одного бульдозера, ни одного человека. Потому что строили, строили, и деньги кончились. То есть ждем денег, ждем поступления, повысили налоги, какие-то там деньги появились в казне, половину разворовали, кусочек отдали, давайте достроим еще кусок моста, и вот он строится и строится. Это везде так, любой проект, посмотри, он строится, стоят экскаваторы, стоят машины, потому что вот такие подряды колоссальные, там же миллионы, миллионы, миллионы денег в таких подрядах. Они отдаются буквально пяти компаниям. Там, понимаешь, они не просто отдаются, они продаются. Пяти, естественно, пяти компаний. Сами надежные люди, там понятно, что откат будет, что в избирательную компанию пару миллионов заплатят. Поэтому этих пять компаний, они разрываются, они хапнули все эти объекты, подписали все эти контракты, и дальше начинается. Ты знаешь, когда-то была здесь такая компания, Панторелли, итальянцы держали. Ну, эти истории там, что это итальянская мафия держит. Сейчас, секунду, кого волнует мафия, не мафия, как они покупали эти проекты, неизвестно. Но они строили действительно быстро. Вот этот 90-й хайвей за три года перестроили. Один год в одну сторону, другой в другую, и третий год экспресс-лайн. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Хочу большое спасибо сказать Флоре, которую я даже не знаю, и вашему радио за устройство, организацию этого митинга со встречей с полицией, которая, конечно, очень важна. Спасибо большое. Спасибо. Придете в следующий раз? Вчера. Придут обязательно. Придут обязательно. На самом деле, вот, возвращаясь к этому митингу, то есть, я не думаю, что полиция Баффало-Гроф как бы, ну, находится в такой же ситуации, как, скажем, полиция Нью-Йорка. Чикаго, Нью-Йорка. Или Чикаго, да, нет. Но сам факт того, что люди пришли, меня очень порадовал. Ну, Сережа, в Баффало-Гроф пришел пару сот человек. В Нью-Йорке ты видел, какая была манифестация в поддержку полиции? В Нью-Йорке, во-первых, там живет гораздо больше людей, и они живут в самом Нью-Йорке, и как бы, ну, там совсем другое, другая инфраструктура, и количество людей больше. И потом, я действительно успел только два раза об этом сказать. В среду один раз мельком упомянул, и в пятницу когда мы с тобой встречались, да, все, я один раз сказал об этом. Если бы я об этом знал раньше и точно владел информацией, мне пришлось связываться с Флорой, получать... Мои друзья мне сообщили о том, что они слышали, что там будет что-то проходить. Вот поставили в пятницу вечером, поставили про это вот в эту группу, Баффало-Гроф, и было довольно-то видео, много американцев. Одна вообще пошла там... Значит, Баффало-Гроф есть какой-то известный индус, который владеет Донкин Донатс, это драч, да, вот там... И она сказала, я вот позвоню ему, закажу голубые Донатс, чтобы принести полиции. То есть, действительно, Америка... Слушай, сегодня народ уже понял, что без полиции они не смогут. Ни одно государство не сможет. Благоразумные, кстати, и прочие афроамериканцы, которые живут в этих комьюнити, требуют, чтобы, во-первых, от дебила дебла озер, чтобы восстановили этот юнит, который на самом деле борется с преступниками, который знает их в лицо и знает, чего от них ждать. Да, самое важное, что вот те люди, которые живут в довольно богатых, больших районах, вот эти демократы и либералы, которые поддерживают демократическую партию, которые увидели, как в Голливуде пошел народ, вот хотели там эти дома как-то разграбить, они сразу же поняли, что надо полицию поддерживать. Добрый день, вы в эфире, мы вас слушаем. Объявите, пожалуйста, об этом мероприятии в Баффало-Гроф. Я не слыхал об этом. И когда оно будет следующее? Когда оно будет в следующий раз, мы обязательно вам сообщим, а мы еще не знаем, потому что все-таки, наверное, есть такие планы поднять это на более высокий уровень. Я знаю, что следующий, по-моему, будет в Виллинге. В Виллинге. Ну, разговор шел о том, что провести в Виллинге, я не знаю, или Виллинг. Почему нет? Там же нужно согласие с полицейским. Да, ну, почему нет? Я не знаю, кто там мэр, какой городской совет, чем они нужны. Понятно. А это вам, если в следующий раз позвонить, примерно через несколько дней, когда это... Слушайте внимательно, мы обязательно объявим, как только принять решение. А группа Chicago Radio NVC. Наша группа на Facebook Russian Radio NVC. Там обязательно мы будем об этом говорить. Причем, когда мы узнаем дату, мы будем говорить об этом, ставить информацию каждый день. Вы не пропустите. Хорошо. В это же время? Ну, скорее всего, это будет... И в это время, да, да. Понятно. Понятно. Всего доброго. Ну, еще раз говорю, несмотря на то, что полиция, Баффалограф не находится в таком же положении, как полиция Нью-Йорка, тот факт, что народ поднялся в выходной, как бы, знаешь, в 11 часов, может быть, кому-то хотелось бы отдохнуть по спальню, поднялись и пришли, и проявили свою активную гражданскую позицию. Ведь это не только поддержка полиции, на самом деле. Это поддержка строя нашего. Абсолютно. Это поддержка и... Это протест против того безумия, которое на нас надвигается. В принципе, не просто надвигается, а проявление этого безумия мы уже ощутили, мы увидели. Ты знаешь, интересная история. Значит, моя знакомая рассказала. В Нейман Маркус, в магазине в Даунтаун, пришли чернокожие сдавать вещи. Куча вещей, баулы. И, естественно, девочка говорит, дайте мне, пожалуйста, ресит, чек. Они говорят, у нас нет реситов. Ну, она говорит, я не знаю, как помочь вам. Ты знаешь, такая бедная девочка стоит, молоденькая. Они говорят, менеджера давай. Пришел менеджер, посмотрел на них девочку, отвел в сторону, говорит, тихонечко взяла, приняла у них вещи. И все, и забыли. Откуда вещи взяли из Неймана Маркуса? Они неизвестны. Нейман Маркуса, в котором они протестовали. Кладем все. Перерыв. Перерыв. На рекламу оставайтесь с нами. Примем обязательно все ваши звонки, никуда не уходите, если есть вопросы или если есть комментарии. Пожалуйста. Возвращаемся в программу Народная Трибуна. Телефон, как вы уже знаете, 847-400-5200. Это для вас, если у вас есть вопросы или комментарии. Я хотел сказать, да, спасибо всем тем, кто слушает нас на YouTube. В частности, вот сегодня первая Людмила Морозова, она говорит, привет любимой радиостанции, привет вам, Людмила. Вы правильно абсолютно заметили, что вы сказали, молодежь так развлекается, хождением на митинги, тусуется. Вы абсолютно правы, когда все было закрыто, куда им еще идти и куда выплескивать энергию. Только на митингах. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Во-первых, спасибо вам за необыкновенно интересную передачу, которую я всегда слушаю с удовольствием. И у вас какая последующая, лучше предыдущая. Еще у меня такое предложение. Нельзя было провести бы эти митинги в Харленд-Парк, в Норнбурге, более либерал, саппорт. И еще обращаться почаще ко всей русской общине. Нам не надо прятаться. Нам нужно объяснять этим старикам, которые дальше ABC ничего не слушают, не смотрят. Они даже не знают, что существует в Харленд-Парк, по которому можно что-то узнать правдивое. И вот нам нужно за эти три месяца просто этим заняться. И мы можем помочь что-то сами. Всего хорошего. Абсолютно. Я с вами согласен. Единственное, с чем не совсем согласен, наверное, нужно сегодня уделять больше внимания не старикам, а молодым. Потому что стариков уже, по-моему, не перевоспитать. Молодым все-таки у них мозги как пластилин, и они довольно легко поддаются убеждениям. Поэтому, если ваши убеждения будут построены не на принципе спора сам дурак, а на каких-то фактах и примерах, особенно вот те русскоязычные мальчики-девочки, которые вышли из семьи эмигрантов, и которые идут сегодня на митинги в поддержку БЛМ и в протесты против полиции, неужели их родители не могут им объяснить и рассказать вообще, откуда ноги растут? Кстати, насчет Хайленд-Парка и, как вы сказали, более левые саборбы. Вы даже не представляете, насколько левый Баффало Гров. Зайдите в группу Everything Buffalo Grove и почитайте эти комменты. И только попробуйте что-то сказать плохого, какую-то критику выразить в адрес нашего мэра или губернатора. Попробуйте только похвалить Трампа. Вас заклюют, забьют ногами, обозвут последними словами. Вы будете расист, вы будете нацист, вы будете фашист, вы будете гомофоб и прочее. Какие вот слова есть? Вообще интересно, вот смотришь, люди используют вот эти слова. Фашист, нацист, они даже не понимают значение этого. Вот этим во многом объясняется тот факт, о котором я уже говорил, что в нашем дистрикте, но не имеется в виду 10-й конгресс, конгрешнл дистрикт, а имеется в виду дистрикт для законодательного собрания штата. Там даже не было кандидата от республиканцев. Какой-то алкоголик, бывший учитель, демократ, и ему даже никто не противостоял. Это в Баффало Гров. Вообще вот, когда читаешь вот эти комменты в этих группах, когда начинаешь звонок, да? Давай, примем. Добрый день, вы в эфире. I'm sorry, я вернулась. Вы знаете, вот эту молодежь, которую я не знаю, как воспитывали, они стали лаерами, врачами, я их называю просто дебилы недоученные. Если они подались влиянию профессоров, учителей в колледжах, это не от большого ума. Но я хочу сказать, что вот старики, если им сказать, что ваши дети будут мучиться, и вам этого не простят, и они вот действительно как пластилин, но только ради детей, может быть, потому что я когда шла на выборы, у меня был такой момент, там была большая очередь в Нордруке, и две бабушки меня слушали с таким вниманием и сказали, ты слышишь, что она говорит? А мы не знали, а мы не знали, потому что внуки у них демократы, которых никто не поменяет, потому что демократы им платят за это. Абсолютно с вами согласен. Хотя бы, знаете, говорят, а как вот ты можешь, что ты лично делаешь? Ну хотя бы вот то, что вот даже в очереди рассказать вот этой бабушке, как я когда-то рассказал в магазине об одном из продуктов, который выпускает одна наша компания, которая поддерживала на выборах Хиллари Клинтон, вот, и она говорит, да, я даже не знала. Вот в продолжении этой мысли, о чем говорила наша радиослушательница, это не просто такой единичный ивент, единичное выступление. Я думаю, что нам необходимо как-то на постоянной основе, потому что вот эта идея коммунизма, который нам пытаются привнести в нашу жизнь... Призвы коммунизма брутят по Европе, помнишь? Да, теперь уже по Америке. Теперь по Америке. И это как вирус. Это как вирус, он не умирает. Это страшнее, чем ковид найти. Нам с этим жить, нам этому противостоять. Вы посмотрите, каждый человек является носителем какого-то вируса. Смотри. И вот я просто хочу подчеркнуть, что у республиканцев отношение такое ко всему, что происходит, как мне кажется. Вот выборы президента, вот, давайте, навалились, выступили, проголосовали, выбрали президента. Все, мы победили и успокоились. Смотри, Сережа. Все. А демократы ведут каждодневную в школах, в колледжах, в университетах, в средствах массовой информации, они ведут каждодневную борьбу, поэтому нам придется поступать точно так же. Но в этом случае нам потребуются волонтеры. Поскольку у нас нет таких доноров, как Фрикен Сорос, как Стоер, как остальные миллиардеры, нам придется рассчитывать только на самих себя и волонтерить, если мы хотим такого будущего, чтобы будущее наших детей было хотя бы не хуже, чем наше. Благодаря вот этой вот вспышке преступности, потому что увидели, что они безнаказаны. Сколько людей гибнет каждые выходные, это что, не хуже, чем этот COVID-19, потому что с COVID хотя бы мы боремся. Хотя бы говорят, одевайте маски, не одевайте маски, делайте это. А тут полностью бездействие. Давай, Сережа, кто там у нас? Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Вы абсолютно правильно говорите, только одна беда. К сожалению, не удается уговорить молодежь изменить мнение. Там есть красная профессура, она их долбила. Для примера, пару дней назад был дне рождения у девочки. Замечательная девочка, 20 лет, умная, учится в университете крутом. Великолепные оценки и явно хорошая перспектива. И когда ее родители, и мы стали говорить о том, что происходит сейчас в мире, и, по крайней мере, в Америке, насчет наших черных ребят, она вам сказала, как вы можете такое говорить? Вы же все хорошие люди. Вы что, не понимаете, что их надо защищать? Мы все и обалдели. Ну, может, вместо того, что обалдели, надо было задать вопрос, от чего защищать и попробовать хотя бы... Не получается, не получается. Мы пытались объяснять. Она нас не хочет слушать. У нее свое мнение. Попробуйте объяснить. Я сто раз разговаривал с американскими евреями, и все происходит. Они все понимают, что я говорю. Но при этом говорят, мы будем голосовать за демократов. На английском, на русском, на любом языке. Вот ей надо было сказать, наверное, как сказал Трамп... Чтобы вы не скажете. Трамп сказал буквально несколько дней назад. По-моему, во вторник он выступал. Он говорит, если вы хотите, чтобы была вахханалия, если вы хотите разграбленные и сожженные даунтауны, если вы поддерживаете анархистов, голосуйте за Байдена. Если вы хотите прекратить это, я наведу порядок. И почему он не навел до сих пор, мы уже тоже говорили об этом 20 раз, но он наведет порядок, потому что все основные обещания, которые он говорил нам об этом, он сдержал. То есть вода, я свято верю в то, что вода точит камень. И если... Хорошее выражение, вода, камень точит, совершенно верно. Поэтому, если эта девочка сказала, я не хочу слышать у меня свое мнение, это на первый раз, на второй раз, она, может быть, скажет то же самое, но задумается. На третий раз она задаст вопрос. И вот так потихонечку ей, может, нужно будет объяснить, откуда растут ноги. А как у многих наших русскоязычных, вот членов нашей общины, как у них дети получились республиканцы? Почему, допустим, у Сережи сын пошел в Маринс? Почему у меня сын тоже вот поддерживает республиканцев? Наверное, что-то мы сделали либо по-другому, либо больше уделили времени вот этим объяснениям. Потому что... Есть звонок, да, Сережа? Давай. Да, добрый день, вы в эфире. Добрый, добрый. Вы знаете, у меня такая же история. У меня дочка, конечно, республиканка. А вот внук, доктор, хирург. И я вдруг в ужасе слушаю от него. Трамп, кретин, придурок. Вы понимаете, их испортили, вот эти каллыжи, школы. Мы потеряли много времени. Восемь лет Обамы, это восемь лет ужасно для Америки. Мы потеряли пока... Вы сказали абсолютную правду. Вот то, что происходит сегодня на улицах, вот эти погромы, вот эти грабежи, это все наследие Обамы. Вот когда вам говорят, Трамп, придурок, я это вижу и слышу. Каждый день. Трамп, придурок, Трамп, рыжий идиот, Трамп, банкрот, Трамп, клоун. А вы спросите, вы, подождите секунду, вы имеете в виду мультимиллиардера, который отфутболивает всех этих демократов и нападки в течение уже трех с половиной лет? Вы имеете в виду вот этого идиота, который победил 16 кандидатов от республиканской партии? Вы имеете в виду того, кто выиграл выборы? Вы имеете в виду того, у которого жена супермодель или того парня, от имени которого даже боятся пересечь эту границу? Он сказал, он построит стену. Он строит стену. Он сказал, что наведет порядок в торговле с Китаем. Он его навел. Он сказал, что создаст рабочие места. За первые, по-моему, полгода или восемь месяцев он создал миллион рабочих мест. Вообще вот они понимают, чему они сопротивляются. Они поддерживают партию, которая позволяет уничтожать принципы христианства. Они поддерживают партию, которая позволяет сносить памятники. Партию, которая создала Куклус-клан, которая голосовала против отмены рабства. У нас звонок, да, Сережа? Давай примем. Добрый день, вы в эфире. Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Вы когда говорите, вы бредите или что? Да, бредим. А что, нельзя бредить нам? Все в противоположную сторону. Ну, расскажите... Как говорится, слева направо, справа налево, с верху в бок. Вы когда слушаете, это как раз... Пусть расскажите... Там нет дерьмо, вы сами сказали. Расскажите ваше видение. Ваше телевидение... Нет, нет, ваше видение, вот что происходит, раз мы... Видение наше плохое, смотреть ничего нельзя. Нет детских хороших передач. Радио вообще дерьмо. Я ненавижу радио, понимаете? Это включишь, вкупил радио новое. Такое дерьмо, что просто вообще-то... Вы хоть можете что-то делать красиво там? Песни там это самое раскивать, ля-ля, тра-ля-ля. И все. А? Или нет? Спасибо за ваше мнение. Так что ж спасибо, какое-то я еще не начал даже. А, ну, спасибо большое. Ну, в следующий раз позвоните. Да. Значит... Обострение сезонное. Если мы посмотрим вообще на то, что происходит... Давайте посмотрим на наши... У нас масса звонков. Да, давайте. Добрый день, вы в эфире. Олег, браво, браво, браво. Спасибо. С кем я говорю? Уже не говоришь, получил свое браво, и все. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Олег. Добрый. Еще раз. Олег, рад вас видеть, был из-за прекрасных спич вы имели в прошлое воскресенье там. Нам очень всем понравился. Мне поточкам понравился. Спасибо. Ну, в принципе, я, у меня, это не то, что спич был, это был такой... Экспром, ну, и с налетом юмора мне очень понравилось. Ну, слушай, если мы пришли в полицию, то хотя бы, если нас остановит за то, что мы превысили скорость... В конце, я должен сказать, в конце своего спича Олег сказал, ну, если мы нас остановите, то хотя бы с нас штраф не берите. Да, 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 да. Ну, экспром, когда идет от сердца, получается великолепно. Лучше любого спича, так что тут даже говорить не о чем. Послушайте, ребята, я не знаю, вы говорили об этом или нет, может, вчера или до этого. Выступление, если вы еще помните по Советскому Союзу, я-то точно помню, Анджелу Дэвис, которая баллотировалась несколько лет тому назад, вайс-президент Соединенных в Америке от Коммунистической партии, это вот. Не вы слышали ее выступление? Это же, если уж это не по ним... Она сказала, что ей конечно не нравится Байден, но... Но как она сказала, потому что она до сих пор очень активно политически, и за эти Black Lives Matter и другие террористические фашистские организации, он будет делать то, что мы ему скажем. Она знает, да, она знает, да, она знает, что Трамп же не будет никогда делать то, что она им скажет, поэтому он, вы пытаетесь, сама идея, а Байден будет делать то, что мы ему скажем. Ну вот и все. Они хотят власть. Нет никаких сомнений. Она убежденная марссистка. Она была очень много лет член Коммунистической партии. Она является, как была, она и есть. Ну я не знаю, насколько сейчас Коммунистическая партия сильна, в принципе, и... обращает на нее вообще внимание, и я не слышал в последнее время, чтобы ее упоминали где-то, но что самое страшное, вот она ей подобный, вот она, например, она же профессор университета в Калифорнии. Вот такие марксисты, вот такие вот коммунисты сидят в университетах и пропагандируют вот эти вот идеи социализма, где, как говорится, от каждого по способности, каждому по труду, но не говорят о том, что надо трудиться-то, надо, ребята, надо работать, не будем мы больше сосать вот эти вот деньги из правительства, потому что завтра все будут равны, будет социализм, помнишь, как в Союзе объявили, перестройка, все, утром все проснулись и нужно перестраивать. А как перестраивать, никто не знает. Дай, да, я вас слушаю. Дай, да, я вас слушаю. Дай, да. Дай, да. Дай, да. Дай, да. Дай, да. На веселой ноте я вспоминаю, я жил и родился в Альбове, и у нас была такая-то, такая-такой анекдот, это когда Санжелай Дэйс, это было больше сорока лет, намного больше, чем сорок лет, и такой, что после такого очередного собрания на заводе выходит местный человек, украинец, говорит, я не знаю, что такое Анжела Дэйвис, я не знаю, что такое Америка, а вы, якщо ее завтра не выпустили, я до работы не выйду. Поэтому это, вот это исполняет, это было сколько, я не думал, что мы, проживя столько лет в Америке, через много-много лет опять услышим это имя, причем опять же с самым нарицательным. Да, если это, если Луис с Карваланом не придут, Львов прекрасный, шикарный город, обожал город Львов. Ой, не говори, не говорите. Всего доброго, счастливо, спасибо. Да, кстати, Львов действительно красивый город, у меня самый. Это было лет так, это 26. У меня во Львове жили друзья, я там бывал не один раз. Последний раз, 46 лет назад был. Между прочим, во Львове была фабрика, которая выпускала самые вкусные конфеты в Советском Союзе, это фабрика «Свиточ». И я помню, я там был, когда у меня был день рождения, и у моего друга, у него мама работала на этой фабрике, и она мне принесла коробку конфет, которая в продажу не шла. Их отправляли в ЦК. Начинается. Коробка вот такого размера, как Киевка. Да, Львов шикарный город. Я даже название некоторых улиц помню до сих пор. 46 лет назад я бывал во Львове. А ты был на Лычаковском кладбище там? Нет. Какое красивое. Знаешь, там эти склепы, вот пульсики. Нет, по склепам я не ходил, а вот эту вот першотравнивую, вот эту помню, как сейчас, от театра до Мицкевича туда, а потом еще там какая-то улица направо ходит. Его там называли «Маленький Париж», если ты помнишь. И вот эти вот кофейни. Львов с вершками. Да, добрый день, вы в эфире. Еще по рукарне, пончоке, шкарпет. Здравствуйте. Слушайте, давайте поговорим про города. Вот откуда вы? Давайте про города. Ну, дай сначала человек сказать, а потом слушай. Чего, кто-то политику, да, мы вас слушаем. Слушаем вас. Простите, что перебили. Здравствуйте. Это вам звонит Инна из Коннексико-то. Я ваша большая поклонница, и я все время вас слушаю. И, знаете, у меня такой к вам вопрос есть. Вот сейчас про полицию как раз говорят много, да? У меня такое сложилось впечатление вот от прочтения каких-то книг американцев про Америку, да, детективы, там, и так далее, фильмы. Всегда же полиция, честь полицейская. Одного копа убили, да? Полиция всех штатов разыскивает убийцу. Что сейчас происходит? Может, у вас есть какая-то информация по этому поводу? Спасибо. В разных штатах, на самом деле, все происходит по-разному. В зависимости от того, кто руководит штатом, кто руководит городом. Вы же знаете, что муниципальная полиция подчиняется, никому не подчиняется, кроме муниципалитета. Если это городская полиция, она подчиняется непосредственно мэру, и шефа полиции назначает мэр. Вы не следите за событиями в Сиэтле, что там продолжают происходить вот эти вот беспорядки, и буквально, по-моему, на днях, то ли позавчера, опять огромная толпа собралась у здания полиции. На сей раз, по-моему, у здания, у федерального здания. По-моему, у полиции. Пытались атаковать здание федерального суда, там были федеральные агенты, и мэр Сиэтла сказал, нечего делать. Мэр сказал, не вмешиваться. Не вмешиваться, и вообще нечего. Прошло два часа, пока увидели, что это немножко приобретает уже, как говорится, становится вакханалия, приобретает какой-то характер вандализма, возможного, вот буквально, они же кричали, что мы сейчас будем вас тут всех жечь, и вот через два часа, наконец-то, полиция сказала, что если вы не уберетесь отсюда, то мы будем вас арестовывать. Ну, конечно, никто не двинулся, пришлось применить слезоточивый газ, вот, и были арестованы. Не говорится, сколько были арестованы. Давай, премьерный звонок, потом вернемся к полиции. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы уже привыкли к тому, что во всех вот этих бедах виноваты демократы, что справедливо, и наша обманутая, промытая мозгами молодежь, вот. Вот, а вот почему мы никогда не ругаем наших республикантов? Что значит не ругаем, еще как ругаем? Когда нужно ругать, еще как? Вы, извините, у меня, вы вообще о них не говорите. Я вот не слышу, чтобы вы говорили. Я, ладно, может быть, вы и делаете, ладно, я же не вас, вас же не слушаю эти 24 часа. Но, вот, я не вижу... Мало того, вот то, что происходило последнее... У наших полицейских. Вот мы выходим, простые люди выходят, а нету там, чтобы вышел, допустим, Нэнси Грейм, вот этот, или кто-нибудь из спикеров, или кто-нибудь из республиканского. Ребята, что вы делаете? Вы разрушаете страну, никого нет. Как будто бы их и не существует в нашей стране. Все отданы волосы демократам, что они хотят, все садятся на колени, моют ноги этим, даже наш Франциск, этот, Папа Римский, тоже сел на колени. Ну, мы согласны с вами, да. Это особый случай вообще. Но, между прочим, по поводу, вот вы говорите, не критикуем республиканцев, я не один раз говорил по поводу Нэнси Грейм, Линзи Грейм, что поначалу он, вот когда не стало Маккейна, и он как бы стал лидером штата, потому что он же был как бы от одного штата с Маккейном, и он стал таким активным, и он там обещал, и обещал. И потом он как-то сдулся, его не стало видно, он не выполнил никаких обещаний, и я несколько раз его критиковал, между прочим. Ну, а Медрамни мы критиковали уже просто. И мы говорили о том, что вот тот шабаш, который проходил на протяжении двух с половиной лет, я имею в виду расследование Малера, оно стало возможным только потому, что республиканцы засунули язык в одно место, и присели, и спрятались. Потому что, если бы республиканцы не позволили этого, этого бы не было. Безусловно. Мы с вами согласны во многом, потому что очень много республиканцев заслуживает критики. Ну, как-то не добрались до них. И потом, что касается полицейских, посмотрите, президент об этом говорит постоянно. Мало того, он говорит, что если вы не примете никаких мер, мы эту ситуацию выправим. Он обещает на следующей неделе какой-то сделать анонсмент о том, что федералы возьмутся наводить порядок. Потому что то, что происходит, это вообще безумие. Посмотрите, в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке они реформу провели. То есть, если раньше выпускали под залог, то теперь выпускают без залога. То есть, любой бандит, кстати, вот этот урод, который застрелил 11-летнего мальчика, его выпустили без залога. Вы понимаете, что происходит? То есть, все, что творится на улицах, то, что они себе позволяют, это криминал абсолютный. Их полиция арестовывает, а прокуроры тут же выпускают и выпускают без залога. Поэтому они точно знают, что они действуют безнаказанно. Я, например, бы с удовольствием покритиковал бы губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса, если бы они были республиканцами, смотря на то, как учителя Калифорнии сказали, мы не выйдем на работу, если... Вот об этом мы поговорим в следующем сегменте. Про школы, про учителей, про маски, про весь этот бедлан. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Олег, если ты не против, давайте примем звонок. Да, конечно. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый. Очень часто звонящие говорят о республиканской партии и о Трампе однозначно. Их приравнивать, это все равно, что приравнивать меня к балетному искусству. Трамп был самостоятельен. И благодаря Трампу, именно Трампу, демократы получили возможность прийти к власти. Но они по-идиотски, как до того, так и сейчас, этим не воспользовались. И поэтому нас должно заботить только одно. Нас должен интересовать человек один, но не вся партия. Только Трамп. И о нем надо говорить. Именно его достоинства и о его успехах, которые так, говорят, в упор никто не хочет видеть. И нужно говорить. И люди, которые думают, что они могут Байденами и прочей шаупонью решить проблемы этого государства, ну, придем, придем, как говорят, опять переоденемся в плавки. Спасибо. Всего доброго. Еще один звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я сто лет назад говорил, что это не партии. Не демократичные, республиканские. Это две банды. Еще Вольский был сто лет назад, я ему говорил. И вот человек правильно говорит. Я тоже голосовал только за Трампа, а не за партии. А это две банды, которые разводят этот американский сброд под названием народ. Вот. И все, в Зонахов всех держит. Там лоббисты, карьеристы, сдаимцы и прочие, которые бегают с партией в партии. Это разве партии? Это не партии. Вот когда тут будет настоящая партия, я вступлю, если она подойдет по политическому и идеологическому. А это не партии. Спасибо. Спасибо за ваш Зонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, то, что я слышу каждый день и сегодня услышал, у меня все больше и больше приходит, и верен в том, что мы должны уже защищать сами себя. Потому что политика, в частности, уже нам не является защитой. А так как гражданин, это тот, который имеет оружие в состоянии защитить тебя и свою семью. В связи с этим, у вас на радио выступает такой парень, Угар Аскер. Он дает возможность получить вайфинское нарушение. Есть ли у вас случайно его телефоны? Нет. А если есть... У меня под рукой телефона. Нет. Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле этих людей очень много, которые помогают вам получить право на ношение оружия. Даже выйдите на тот же группон. На группоне полно вот этих вот людей, которые... Мысль правильная, нам самим себя нужно защищать, но, к сожалению, там, где руководят городами и штатами демократы, они лишают нас возможности защищать самих себя. Вот в чем проблема. Более того... Они не дают полиции защищать нас, и нам не позволяют защищать самих себя. У них еще и оружие отобрали, как следование против них. Да, как факт того, что... Да, как эвиденц. Добрый день на эфире. Добрый день. Абсолютно согласен с теми несколькими занящими людьми, которые вас хотели спросить, а где же республиканцы, почему они такие трусы, почему демократы организуют все эти выступления, все эти провокации и так далее, а республиканцы сидят по своим углам. Почему они не выйдут с протестами против действия этих... Сейчас я попробую ответить на ваш вопрос. Ну, во-первых, республиканцы, это те, кто работает в большинстве своем, а организованные демонстрации, это не просто... Вы правы, они организованные демонстрации. Людям платят деньги. Кем? Скажите, кто платит деньги, кем организованы? Только убедительно ответьте на этот вопрос. Ну, как бы я не ответил вам на этот вопрос, вы же все равно не поверите мне. Вы же все равно бы подпримыли... Что организована? Эти все райвы? Да. Вы знаете, сколько Сорос в прошлом году отправил... Да что Сорос? Сорос один. Сорос один. Зачем вы перебиваете? Секундочку. Секундочку. Сорос отдал БЛМ 33 миллиона долларов. Вы говорите, откуда деньги... Это полцента на человека в Америке. Серьезно? А такой организации, как БЛМ, это очень большие деньги. Значит, послушайте... Так это один Сорос. А теперь зайдите на сайт БЛМ, посмотрите, куда эти деньги, они отстегивают. 220 миллионов еще раз Сорос уже сейчас дает на борьбу с расовой дискриминацией и с системным расизмом. Значит, каждый год Джордж Сорос тратит примерно полмиллиарда долларов на так называемую благотворительность. Но если вы посмотрите, куда идут эти деньги и кому идут эти деньги, то у вас не будет сомнений по поводу того, кто организует подобные мероприятия, вот такие организованные. Опять же, опять же, полмиллиарда долларов на эти дела, это по 20 центов на человека. Вы говорите, что людей покупают... Так, послушайте, 500 миллионов долларов, это 20 центов на человека. Не нужно покупать всех людей, нужно купить просто активных организаторов. Хорошо, но вы мне не ответили на главный вопрос. Где республиканцы? Почему они не выходят с протестом? Почему они... Нет, не-не-не-не, это вы не выходите с протестом. Вот мы в позапрошлой выходной, в прошлой выходной вышли с протестом. А если бы посмотрели в... Это вывы, а если бы посмотрели... Не надо мне объяснять. А если бы посмотрели, какие демонстрации прошли в Нью-Йорке с протестом, просто вы очевидную информацию где-то черпаете в каких-то других источниках. Скажите, пожалуйста... Когда были убиты 13 евреев в синагоге, это было где-то около года назад, да, я позвонил, кажется, на ваше радио и предложил выйти с демонстрацией протеста в Донтауне Чикаго, раздетыми до пояса, со знаком Давида и с бумажными автоматами. Значит, позвонить на радио особого труда не составляет. Вы бы пошли в мэрию Чикаго, получили разрешение на проведение этой акции, и потом бы пришли на радио и сказали, друзья мои, я вот сделал определенную работу. Как пришла вот эта женщина, которая организовала прошлое воскресенье. Я вот сделал то-то-то, а то вы такой сидите там, умный очень такой, всех хаете, всех ругаете, никто ничего не делает, вы один тут вот такой храбрый, позвонили на радио, всем натолкали, вот я такой молодец. А по поводу суммы 500 миллионов, вы знаете, не все кандидаты в президенты собирают такие деньги, а тут 500 миллионов. Это огромная сумма, это не по 20 центов на человека. Вы, может быть, вы делите на население Америки. Я уже в прошлый раз говорил, что вот эта организация Black Lives Matter, это я на прошлой неделе говорил, есть данные, пожертвовали ей миллиард 600 миллионов долларов денег. Ну, вы опять скажете, что это по 20 центов на человека. Ну, это очевидно, у вас какая-то своя арифметика. Еще раз повторяю, миллиард 600 миллионов, это вот только сейчас, за последнее время, когда эта волна нахлынула, эта нечисть поднялась со дна. А то, что делает СОРОС каждый год, это тоже немалые деньги. Ну, может, для вас 500 миллионов это ерунда. Действительно, очень легко позвонить, вот накричают на нас, обвинить нас в чем-то. А почему? Самое элементарное я говорю всем, информация есть очень много на интернете. Попробуйте ее вытащить. Зайдите на БЛМ, почитайте их адженды, это как, это их цели, их устремления. Почитайте, куда идут их средства, куда они отдают деньги. Вы ужаснетесь, потому что БЛМ сегодня еще и стала еще и антисемитской организацией, кроме всего. У нас здесь звонок, да? И не один. Добрый день, вы в эфире. Алло, вас не слышно. Здравствуйте. Я думаю, что... Алло, здравствуйте, еще раз. Я думаю, что вот часть денег из 2,5 триллионов долларов демократы успешно направили на вот эту борьбу БЛМ. Значит... А вот мне вот такой вопрос... Пока вы сказали, подождите, подождите, я вас прерву на секундочку. Вы помните, когда в 2007-2008 год был провал экономический, ну, то есть, продавали эти САП-моргичи и так далее. Да, 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 балун, который лопнул. И потом проводили расследование, расследование по этому поводу, Эрик Холдер, этот дружок Барака Обамы, они проводили расследование, они трясли банки, они их наказывали на миллиарды долларов. Они их штрафовали, и деньги эти, миллиарды долларов, не поступали в казну. Эти деньги поступали леворадикальным организациям. Миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов. И наш радиослушатель удивляется, ой, ну что там 20 центов. Да нет, не 20 центов. Это деньги, оштрафовали банки, а деньги отдали леворадикальным организациям. Поэтому организовать, это быдло поднять, послушайте, с такими деньгами можно. А те, кто голосует за республиканцев, это средний класс, это рабочие, которые должны работать, которые должны кормить свою семью. Поэтому у них возможности выходить на эти демонстрации не очень. Вот в свой выходной мы вышли и продемонстрировали свое отношение к тому, что происходит. Помним этот анекдот, да, как один приехал в Америку? Да, серьезно. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Дело в том, что у нас почти что началась вторая пандемия, и меня удивляет вот тот факт, что в основном болеет в тех странах, где руководят правые. Вот у нас, например, в Америке Трамп правый человек, в Бразилии и в Израиле. Вроде бы в Израиле пандемия пошла ко дну и вновь неожиданно появилась. И еще меня удивляет тот факт, что те болезни, которые возникают в Китае, на завтрашний день появляются у нас. У нас уже вот в Южных Штатах нашли 15 белых, которые заболели чумой. А вот еще 2-3 недели там назад при врыве возникло это в Китае. Так получается, что мгновенно это распространять. И именно у нас появляется каким-то образом. Вроде бы граница закрыта, самолеты не летают, а вот чума появилась и у нас. Странное. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда с любовью, внимательно очень слушаю, с интересом вашей передачи. И вот сейчас я тоже слушаю передачу очень бурную и слышу, как люди говорят, мы за Трампа, но мы против республиканцев. Да, у меня к республиканцам тоже есть очень и очень много претензий. Но если мы не будем на этих выборах голосовать не только за Трампа, но и за республиканцев, Трампу при всем его, при всех его нечеловеческих усилиях не удастся ничего сделать. Ему нужно хотя бы одну палату иметь. Поэтому нам нужно голосовать не только за Трампа, но как бы мы плохо не относились к республиканцам, тоже только за республиканцев. И, пожалуйста, Сережа, я прошу вас, как можно больше внедрять эту мысль. Я считаю, что это очень иная мысль. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Это действительно критически, необходимо сделать. Потому что, не дай Бог, если даже предположить в кошмарном сне, что Верхняя Палата перейдет к демократам, они просто объявят импичмент и все. Хотелось бы обратиться... Абсолютно точно. Трамп не Господь Бог. Он человек выдающийся, самый замечательный, но он тоже только лишь человек. Ему нужна подпорка. То, что мы говорили, обращались к Невер Трамперам, и мы говорили всегда, я в частности говорил, что голосуете не за президента, а за партию. Это первое. А второе теперь, хочется обратиться к тем, кто Трампер. И если завтра Трамп не будет баллотироваться на пост президента, а, например, будет тот же Джим Джордан или Ники Хейли, то есть вы пойдете за Байдена голосовать, только потому, что Трамп больше не будет президентом? Нет. Вы вообще понимаете, вот те люди, которые голосуют только за Трампа, а не за партию, понимаете, что произойдет, если будут голосовать за Байдена или вот те все кандидаты, которые полгода в прошлом году еще вещали нам со своих трибун, как они хотят построить социализм в Америке? Да, я хочу сказать, я хочу сказать, что если, не дай Бог, что-то ужасное случится и Трампа не выберут, то вообще Америка погибла, поэтому нужно голосовать за то, чтобы Трамп смог хоть что-то сделать при всем его желании, он не, ну как это сказать, его возможности ограничены. Надо голосовать за республиканцев, обязательно. Пожалуйста, Сергей и Олег, внушайте эту мысль как можно больше людям, чтобы она с ними сросла. Мы всегда это делаем. Я всегда спрашиваю демократов, я говорю, и даже тех же, кто говорит, что если вот Трампа не будем, не будем голосовать за республиканцев. А за кого? За партию, которая позволила разграбить и сжечь центры наших мегаполисов, которая позволила создать первую коммуну в Сиэтле, которая становится на колени в память о преступнике шестью судимостями, партию, которая использовала смерть Чернокожего, может и не заслуженно, для своей цели дестабилизировать стабилизировать обстановку в стране, понизить рейтинг Трампа, или партию, которая из-за своей тупости даже не предполагала, что все это сыграет на руку Трампу, и теперь все видят, как демократы не способны защитить от преступников и грабителей, и хулиганов свой народ. Демократия это не партия черных, это хочется обратиться вот к тем, кто кричит, идет с машином БЛМ. Никогда чернокожим не было хорошо при демократах. Мы знаем, что они были против отмены рабства, они создали Кукулс Клан, да сами чернокожие обалдели от этого быстрого результата, вот этих протестов, они даже не ожидали, что завтра белые встанут на колени, они смеются над этими белыми. И вот я позавчера, я беседовал с одним чернокожим, он работает, жена работает, двое детей, он говорит, я, вот я уже по моему с ним говорил, да, я вышел из такого, нейборхуд, из такого, вот, болота, почему другие не могли сделать то же самое? Мы могли, но не захотели, они сделали такой выбор. Добрый день, вы в эфире. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Лилина, у меня такой вопрос. У меня дочка студентка, и у нее очень большая неуверенность в себе, у нас сейчас вопрос в союзе поступления в магистратуру, вот, она лучше на курсе, учится на пятерке, и у нее возникают сомнения по поводу поступления, что я не смогу, я это не смогу, не сумею, и я ее постоянно подталкиваю, что у нее все получится, что она большая молодец, она на самом деле молодец, но не могу справиться вот с этой ее неуверенностью. Как быть? Успокоить, сказать, что все получится, все будет хорошо, что неуверенность, она убивает, это уже такое чисто psychological, говорить и говорить, дочка должна знать, что все будет в порядке. но я не специалист в этой области. Добрый день, и вы в эфире. Добрый день, я тому человеку, который говорит, скажите кто, в Филадельске, прошлый месяц, в русский район, в Филадельске, нагрянули бастующие, на автобусах. Ребята знают, это предварительно, предварительно, русские вышли с оружием и сказали, что каждый, кто попытается грабить маркеты и все остальное, станет трупом. Вы знаете, во-первых, не нашлось энтузиазистов в этом деле. Ни один не пошел. Два часа они простояли, сели в автобусы и уехали. Да неужели они сами наняли эти автобусы? Пусть он не ответит, этот человек. Конечно нет. Кто эти автобусы оплатил? Конечно. Мало того, оплатил, и приезд сюда и обещал вознаграждение, мол, остальное доворуете или доразграбите. Так о чем вообще идти? Ну, подождите, есть же официальные ставки, сколько они получают в день? Спасибо большое. Давайте попробуем еще один звонок принять. Успеем. Добрый день. Говорите, вы Василий. Еще раз. Вот, говорили, женщина звонила за республиканскую партию. Естественно, за неменьким лучшего надо сказать за тот, что есть, что лучше. Да. За республиканцев, естественно. Но за Трампа. Но вообще-то за Трампа. Трампа-то, если его выберут на следующий год, дай бог, он должен создать свою партию. А эти все памяти поксать очень далеко и надолго. Спасибо за ваш звонок. Спасибо, друзья, большое. Всем огромное спасибо за вот такое живое участие в программе, за то, что вы неравнодушны к тому, что происходит. Я очень надеюсь, что ваша активность будет проявляться не только в виде в форме телефонных звонков на радио, хотя мы благодарны вам за то, что у нас есть возможность обменяться мнениями, понять, о чем вы думаете, что вас волнует. Но я думаю, что и ваша гражданская позиция будет проявляться. Звоните нам, только не нервничайте, берегите себя, нервы не восстанавливаются. С удовольствием подискутируем, берегите себя и всем хороших выходных, солнечных. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok